Всем тыквенный привет, с вами Дрим и в сегодняшнем видосе, ребятки, для вас подготовлена нестандартная тематика для моего канала, а именно мы с вами поговорим про новую игру Apex Legends Mobile, так как многие предрекают, что это будет убийца PUBG, несмотря на то, что нас скоро ожидает еще и бета-тест PUBG New State. Ну и я, в принципе, решил с вами поговорить на эту тему, потому что информация появилась относительно недавно, а именно 3 дня назад, о том, что уже в апреле, уже в этом месяце, ребятки, будет бета-тест доступен на Apex Legends Mobile. Но, к сожалению, доступа нету для всех, в принципе, об этом и поговорим в сегодняшнем видосе. Если вам вдруг такая тематика интересна, ребятки, обязательно поддержите лайкосиком этот видос, чтобы я понимал, снимать дальше на эту тему или нет, а обязательно, конечно же, подписывайтесь, чтобы узнавать самые свежие новости, ну а мы, в принципе, переходим к самому видосу. Если зайти на официальный сайт Apex Legends Mobile, есть такой сайт, ребятки, здесь у нас есть информация от самих разработчиков, что уже в этом месяце, как я уже говорил ранее, начнутся первые региональные бета-тесты, и в этом уже первая проблема. Это очень важное событие для нашей команды, 2 года назад мы изменили жанр королевской битвы, и теперь планируем повторить свой успех на мобильных платформах. Ну, это, в принципе, уже, само собой, нам не интересно. Интересно то, что данный бета-тест, вот, кстати, скринчик из игры, ребятки, будет доступен только на регионе Индия и на регионе Филиппины. То есть, если вы зайдете в Play Market, да, или App Store, забьете в поиске Apex Legends Mobile, вам вообще никаких результатов не покажет этот поиск, и даже если перейти по ссылке именно в App Store на саму игру, там у вас будет показано, что эта игра недоступна. В принципе, далее я вам покажу, как это выглядит, но, как вы понимаете, этот ролик я не зря записываю, ребятки, потому что я нашел другое приложение, через которое можно уже пройти предрегистрацию, чтобы попытаться участвовать именно в бета-тесте самой игры. Так что, если вам это снова же интересно, обязательно смотрите до конца. Вот, кстати, мы видим с вами еще один скринчик. Вот то самое сообщение про то, что именно будет доступ только для игроков из Индии и Филиппин для начала. Ну, а потом, как вы видите, здесь написано, что в течение года они будут, конечно же, расширять именно диапазон регионов, где будет доступен бета-тест, ну, а потом уже как бы сама игра, да. Также здесь говорится, что игра не будет кроссплатформенной, то есть она не будет связана именно и с ПК, и с консолями, и с мобильной версией. Это будут именно отдельные игры, как это у нас именно в мобайле, да. Плюс к этому здесь есть еще очень много информации про саму игру. То есть здесь, во-первых, сказано, что над самой игрой именно играли разработчики оригинальной игры на ПК-версии, да. То есть это не какие-то дополнительные компании, поэтому они должны все перенести именно идеально, да, именно с ПК-версии на мобильную версию. Также, ребятки, здесь есть информация, конечно же, про батл-пассы, то есть как у нас, допустим, есть РП, да, или там в Call of Duty Mobile, если не ошибаюсь, тоже есть, да, я просто не играю. Также будет и в этой игре, ну, в принципе, логично, да, будут именно свои роял-пассы, свои сезоны. Также здесь именно сказано, ребятки, что никак донат не будет влиять на игру, как это у нас, в принципе, сказано в игре, да, что если вы там купите себе какой-то скинчик, это никак не повлияет на ваш скилл, там, какие-то сверхспособности и так далее. Но здесь есть отдельные персонажи, то, что было и, в принципе, в ПК-версии. И, в принципе, этих персонажей можно прокачать. Я не знаю, есть ли это возможность в ПК-версии или нет, но об этом сказано именно в этом тексте, в этом описании, да, и, в принципе, улучшить его скилл, как я понял. Не знаю, ребят, если среди вас есть те, кто играли в Апекс, или играют, почему нет, прямо сейчас, напишите в комментариях, как вы думаете вообще, и вправду это убийца Пабга, или это вообще что-то другое, что никак нельзя сравнить именно с нашим Пабмобайлом, и, в принципе, нет даже смысла именно переживать. Я, если честно, вот посмотрел именно несколько геймплеев, ну, перед самим видосом, конечно же, мне было интересно. Я посмотрел несколько геймплеев, посмотрел на пару трейлеров, и, в принципе, вывод для меня, если честно, простой. Да, окей, это будет именно что-то из Battle Royale, но именно только в Battle Royale есть именно то, что связывает наш Паб, допустим, да, и, конечно же, Apex Legends. То есть, там совсем другой геймплей, ребятки. Там, конечно же, как я уже сказал ранее, есть свои персонажи, да, то, чего у нас нет. Окей, у нас есть персонажи, но это никак не влияет, да, тот же самый Карло или Энди, к примеру. У каждого есть свои какие-то спецвозможности, да, но они именно влияют только на игру в Эвазоне, как вы знаете, ребятки, да. А если вы играть будете именно с этим персонажем в классическом режиме, то это никак не повлияет на ваш геймплей, правильно? И в этом и есть именно сама суть Пабга, и в этом и есть его плюсы. Но здесь, как вы видите, будет другая сторона, поэтому мне, конечно же, интересно ваше мнение в комментах. Если меня спросить, именно лично мое мнение, я думаю, что, ну, это далеко не убийца Пабга. То есть, для разнообразия, да, можно было бы поиграть именно в эту игрушку, затестить ее, все-таки это Battle Royale, да, но совсем другого формата. Поэтому, если честно, именно убийцам Пабга называть именно Apex Legends Mobile я не буду, ребятки. Я не согласен с этими заявлениями. Если бы кто-то сказал, что PUBG State может быть убийцей Пабга, да, ну, здесь еще можно было бы поговорить. Но и то, мы еще не видели с вами саму игру, мы видели только трейлер, поэтому судить тоже, в принципе, рано. Ну, а если вернуться все-таки снова же к Apex Legends Mobile, я считаю, что, в принципе, затестить можно, попробовать можно, почему нет, если зайдет, можно будет даже поснимать именно и про эту игру, именно несколько видосиков. Поэтому обязательно, ребятки, оставьте свое мнение в комментариях и, конечно же, ставьте лайк, и тогда я пойму, что вам интересен контент именно по данной игре, и, конечно же, такой контент именно появится на моем канале. Ну, а теперь давайте поговорим все-таки о приложении, где можно пройти предрегистрацию, потому что я пытался пройти, ребятки, предрегистрацию, даже включая VPN, и, как вы видите, у меня все равно ничего не получилось. Там многие писали, что нужно заменить им на файлах, что там что-то поменять в настройках, но я не стал так сильно углубляться в этом. Ну, во-первых, я не знаю, если мне игра понравится, да, а во-вторых, именно, есть именно более простые пути, ребятки, есть пути обхода, так сказать, да, и вы предрегистрацию можете пройти через приложение TapTap. Есть такое приложение, многие, возможно, о нем знают, потому что там можно было скачать и корейскую версию. Там, кстати, до сих пор, если я не ошибаюсь, можно пройти предрегистрацию на PUBG New State, ребятки, именно через это приложение TapTap. Ну, и там доступна, конечно же, предрегистрация на Apex Legends Mobile. Для этого вам нужно просто там зарегистрироваться. В принципе, это у меня заняло, ну, минуты-две. Вы получаете код, там проходит регистрацию, и после этого вы можете пройти предрегистрацию именно на Apex Legends Mobile. Ничего сложного, все очень просто, ребятки. И если вам интересна данная тематика, и вы хотели бы затестить им на эту игру, пожалуйста, берите на вооружение, качайте это приложение TapTap, и проходите предрегистрацию. Ничего сложного. Ну, и на этом, в принципе, это все, что я хотел вам сказать, ребятки, в этом видосе. Как я уже говорил ранее, обязательно пишите комменты, ребятки, потому что мне будет их интересно, конечно же, почитать. И да, если будет какая-то свежая информация, именно связанная с этой игрой, ребятки, тогда вы ее сможете найти именно в моем Телеграм-канале. Ссылочка есть в описании. И там же я оставлю ссылочку на приложение TapTap, да, через которое можно пройти предрегистрацию на Apex Legends Mobile. И, кстати, на PUBG New State, если не ошибаюсь, пока что там еще есть доступ. В общем, все ссылочки в описании. На этом, в принципе, видос заканчивается. Если он вам понравился, был интересным, поддержите его лайкосиком. Если он вдруг вам не понравился, ставьте дизлайк. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видосы. Ну, а с вами был Dream. Всем топ-1.